Сегодняшняя моя лекция будет продолжением предыдущей лекции, которая рассказывалась о городе Туле, о ее истории до того момента, когда город Туле появился на современном его месте. Сейчас я вам постараюсь рассказать о одном из аспектов истории города Туле, связанном с городом, возник уже существующем на том месте, где он находится сейчас. Тема моей лекции – это передний край обороны, дерево-земляные укрепления города Туле 16-18 века. Как вы, наверное, уже знаете, город Туле на современном месте возник в самом начале 16-го века и возникновение города, в принципе, связано непосредственно со строительством мощной оборонительной крепости Тульского каменного Кремля. Кремля, однако сам город не мог в себя как бы вместить всех жителей, всю инфраструктуру непосредственно в пределах Кремля, хотя эта крепость достаточно велика по своим размерам для 16-го века. Но все равно город под город – это значительно больше и более сложная субстанция, чем просто один Кремль, одна крепость. Строительство Кремля закончилось в 1520 году, к этому моменту город уже начал формироваться на этом месте и непосредственно в качестве застройки внутри крепостных стен, ну и не только. Как показали археологические исследования и с внешней стороны крепостных стен возникла достаточно мощная застройка. О том, какого плана она была и как трансформировалась, я тоже отражу в своем рассказе. В момент строительства, во время строительства города Тумы на новом месте, как это и говорится в письменных источниках Бережения для, здесь в городе располагалась очень большая армия московского государства. Одновременно здесь находилось до пяти полков для того, чтобы как бы оборонять эту территорию. После постройки крепости необходимость в столь мощном подкреплении этой территории, этого города такими воинскими контингентами от палок, конечно, не совсем, но на постоянной основе здесь уже количество войск, находящихся здесь, становится значительно меньше. Кроме того, город Тума начинает наполняться и другими людьми, переселенцами из разных территорий формирующегося московского государства. В первую очередь это, как было выяснено по составу фамилий землевладельцев туляков, основная часть это были переселенцы из-за прекратившего свое существование бывшего Рязанского княжества. По всей видимости, практически сразу же, после завершения строительства Кремля, город стал получать в городе Старостроице еще одна линия укреплений, это деревянный остров. Что касается письменных данных об строительстве и перестройках тульских укреплений, то они, к сожалению, весьма отрывочны, неполны и не дают четкого представления о том, как эти укрепления строились, трансформировались со временем и во что же это вылилось и какие тенденции в связи с этим в развитии города возникли. Так, например, в краеведческой литературе очень распространено мнение, которое было впервые высказано Афремовым, о том, что крепостные укрепления возникли практически одновременно на всей площади, все укрепления строились почти параллельно со строительством Тульского Кремля и в последующем они либо реконструировались, либо в случае появления так называемого земляного города выдвигались вперед, пристраивались к уже современному укреплению. вот таким вот образом на основе письменных документов представлялся город-крепость Тума. В центре Кремль, вокруг него деревянный острог и позднее, в 17 веке к нему пристраивается земляной город. Археологические исследования и критический анализ письменных источников позволили нам переосмыслить и пересмотреть данную систему и понять, что город Тума был достаточно более сложной фортификационной единицей, чем даже представлялась автором, не знавшим об археологических исследованиях. Для начала расскажу непосредственно о той структуре, топографической ситуации, в которой возник город Тума в начале 16 века. Город был построен на левом берегу реки Упан в ее высокой пойме, причем Тульский Кремль, как вы видите здесь, был построен на пойменном вскорблении, которое возвышалось на полтора-два метра на территории остальной поймы. Здесь вы видите на этом рисунке представлена непосредственно топографическая ситуация на начало 16 века, реконструированная мной по материалам археологических исследований, где мы как бы убрав все культурные наполастования, я смог реконструировать тот рельеф, который находился на этой территории до того, как здесь стали нарастать культурные наполастования и в ходе своего роста снивелировали многие овражки, болотца, которые здесь существовали, а также в общем выровняли уровень дневной поверхности, который на территории исторического центра города к настоящему моменту практически совершенно ровный. и так, как я и сказал, Тульский Кремль был построен на пойменном вскорблении и занимал всю его площадь. С восточной стороны от Кремля было еще одно вскормление, меньшее, хотя и большее по площади, но меньшее по высоте. И именно на этом вскормлении в первую очередь и стали возникать городские постройки в самом начале шестнадцатого века. С западной стороны, вот у Кремля, вы видите, располагалась бороться, это там, где сейчас крестовоздвиженская площадь, и из этого бороться вытекал небольшой овражек, впадавший в речку Упу. Немного далее располагался еще один подобный овраг. Таким образом, в начале шестнадцатого, в первой половине шестнадцатого века, используя все эти топографические ориентиры, и был выстроен город. Как я уже обмолвился, после построения Тульского Кремля, в город Туру стал обзаводиться еще одной дополнительной линией укреплений, это деревянным острогом. Этот острог начинался от северо-восточной наугольной башни Кремля, шел на восток вдоль берега реки Упы, потом поворачивал на юго-запад и таким полукольцом охватывал территорию, про которую я сказал, также была достаточно высокой с точки зрения топографии и где располагались первая городская застройка. С момента возникновения в этой части городского посада, а именно он сформировался где-то к сороковым годам 16 века. В этом посаде, этот посад делился на две части. С момента возникновения этих укреплений эта территория оказалась не просто застроенной, а в этой застройке эта застройка стала упорядоченной. В этой части города возникли четко определенные в своих границах городские квартаны, в которых получили место для построения своих домов служивые туляки, которые одновременно получали за свою службу оклад, состоящий из трех основных частей. Это земельный оклад на территории посада для построения своей усадьбы. Это земельный оклад в сформировавшемся параллельно с городским посадом Тульским уездом, где каждый из туляков получил свое владение землю и поселил на нее своих крестьян, которые, обрабатывая эту землю, приносили ему определенный доход. И кроме этого служивые туляки имели еще и денежный оклад. А сформировав территорию, которая территории же заселенной, не попавшей в зону окруженную астрогом, стали именоваться городскими слободами. Так, например, с западной стороны между теми обрагами, про которые я уже сегодня упоминал, сформировались пять улиц. Но эти улицы чисто территориально относились к одной из городских сробот Павловской, Петровской и так далее. А за речной, за рекой, на территории современного заречи в 16 веке стали появляться, скажем так, производственные слободы. Это гончарная и кузнечная слобода. Позднее там возникли еще ямская слобода и прочие. Субтитры создавал DimaTorzok